Владимир Волков принял участие в круглом столе с представителями бизнес-сообщества. Обсудили меры поддержки, которые предоставляют субъектам малого и среднего предпринимательства. Подробнее в нашем сюжете. Наша главная и основная задача – помочь малому бизнесу развиваться для того, чтобы малое предприятие завтра выросло в среднее, в крупное, в большое и системообразующее. Вам огромное спасибо за то, что вы делаете, потому что каждый бизнес, каждое направление – где-то это два сотрудника, где-то это 10, где-то это 200. И это налоговая база, это рабочие места, это развитие. Из-за экономических санкций у многих предприятий нарушились цепочки поставок, усложнились схемы оплаты, резко уменьшилось число клиентов и, как следствие, упала выручка. Но предпринимателей готовы поддержать государство. В Люберцах с 2019 года работает компания по производству швейной фурнитуры. Полученные в конце года субсидии позволили увеличить штат сотрудников и модернизировать производственную линию. В прошлом году были закуплены станки, соответственно, была промышленная модернизация. Программы получили субсидию по возврату части стоимости станков в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей. Предприятие розничной торговли тоже получило субсидию – 1 миллион рублей. Средства планируют направить на открытие мини-кофейни в Люберцах. В планах еще такое сделать, формат готовой еды, какие-нибудь салаты, сэндвичи, бургеры, что можно было бы там взять, либо домой, либо там на работу. В прошлом году из регионального бюджета 30-ти люберецким предприятиям выделили 25,5 миллионов рублей. Финансовую помощь большинство компаний направило на увеличение производственных площадей и закупку оборудования. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.